Здравствуйте, дорогие друзья! В Леонторе прошли воскресенье выборы, точнее, цирк под названием выборы, выборы главы города Леонтора. Меня не зарегистрировали, потому что на прошлые выборы, пять лет назад, я набрал практически столько же голосов, столько сейчас нынешний глава, нынешний кандидат от Единой России набрал. Он набрал где-то в районе трех тысяч голосов. Вот столько же голосов я набрал пять лет назад. Поэтому власть увидел во меня конкурента, опасались, поэтому не зарегистрировали, думали, что пройду, выиграю выборы. Это было бы для Единой России позор. Почему они выдвинули учителя, директора школы? Потому что основной электрод у Единой России, это есть учителя, врачи. Они выдвигают врача или учителя, знают, что активное меньшинство, это есть учителя, врачи. Власть делает на них, на активных меньшинствах ставки, или же спортсмена, или же какой-нибудь там артиста, актера, ну, медийного человека, как медийное лицо, где регулярно появляются в публику. Поэтому народ, естественно, 16% явка, 84% не пришли на выборы. Опять же, это пассивные, ленивые избиратели, как всегда, явка составляет у нас всегда 10, 15, 20%. Ну, в этом случае 16%, это еще нормально. В прошлом году на Белый Яр, в городское поселение, на выборы пришли всего лишь 7%, по имеющейся у меня информации. Поэтому власть знает, что народ ленивый, пассивный, поэтому они делают ставки на учителей, на врачей, на активных меньшинствах. А учителя, врачи, это являются непосредственно соучастники, или там пособники, как вам, как хотите, назовите. Ну, это электрад Единой России, Костяк, Костяк Единой России, который Единой России держит за счет этого, и учителя, и врачи, выдвинули врача, или выдвинули учителя, и за них голосовали, и думаете, что этот учитель что-то сделает. Да никогда ничего не сделает. Мы видели это на Белом Яру. Никифорова Елена, которая 4 уголовного дела была возбуждена на нее. Это, опять же, выдвигают учителя, врачи, не для того, что этот человек, этот кандидат, помогал бы народу, или там занимался бы благоустройством, благополучием. Нет. Это для того, что он будет слушать своего начальника, партийного руководителя от Единой России, будет выполнять любые указания, приказы. Ну, главное, что вот это. А другой кандидат не будет, поэтому, как вам сказать, народ? Народ. Что? Слушаю. Здравствуйте. 30 рублей? Слушай, ты работать можешь? Работать не хочешь? Сейчас пока нет. Почему? Ты на пенсии? Пенсию получаешь? Нет. Ты на выборы ходишь? Нет. Почему не ходишь на выборы? Тебе все устраивает? Путин молодец? Путин красавчик? Пожалуйста. Вот. Просит деньги. Вот такие дела. Вот такие избиратели. Ленивые, пассивные. Ему главное, подай 30 рублей на пиво, на чекушку или там на что-то. Главное, что он не пошел на выборы. Его все устраивать. Ему наплевать на своих детей. Вот такие избиратели. На семью, на будущее. Поэтому 16% это есть как раз, который говорил про актив, активных меньшинств. Это есть учителя, врачи, полицейские. Опять же, повторюсь, один раз и делают на них ставку. Выдвигают их в качество кандидата, в депутаты или на главу. И используют их в своих корыцах и целях. А народ? Народ ведет себя. У нас нет народа, у нас есть население. Народ вот в Крузии, народ вот во Франции. Там пенсионный возраст увеличили на 2 года. Народ бунтует. А у нас на 5 лет увеличили пенсионный возраст. Мы молчим. У нас прожиточный, средний прожиточный возраст мужиков, мужчин 65 лет. А во Франции 80 лет. У нас подняли до последнего уровня, там до последнего края. Пенсионный возраст на 5 лет, чтобы люди не успели получать свою пенсию. Во Франции 80 лет, средний прожиточный возраст мужчин. А там на 2 года подняли народ. Вот там народ. В Грузии народ. Вышел народ, потребовал, отозвали законопроект, антинародный законопроект. А у нас нет, у нас население. Мы молчим. И пока каждому не коснется вот этот вопрос, эта проблема, мы будем молчать. Это неправильная позиция. Надо ходить на выборы, надо ходить делать свой выбор. Это оценка. Оценка работы действующей власти. Если ты не ходишь, не ставишь калочку оценки, значит, тебе все устраивает. Если тебе все устраивает, ты не должен говорить, ты должен молчать и не должен жаловаться. Сидеть в кухне жаловаться, что у нас снег не убирают, у нас там грязь, лужа и так далее, и так далее. Аварийный ветховый жилья, живем в свинарках и так далее, и так далее. Вас это устраивает? Если устраивает, тогда молчите дальше. Не надо жаловаться. Так что, дорогие товарищи, вот такие у нас выборы. Спасибо. С вами был я, Вадим Абдурахманов. До свидания.